МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях прямо сейчас. Планы развития, ход национальных и региональных проектов обсудили в Доме правительства. В современные технологии в Чувашии появятся новые очистные сооружения. Прямая линия, каким будет новый учебный год в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. О национальных и региональных проектах говорили сегодня в Доме правительства. На заседании Стратегического совета обсуждался ход их реализации. По мнению специалистов, сейчас есть риски невыполнения девяти проектов. Так, по данным Минэкономики, под угрозой выполнения национальный проект «Демография». В частности, из-за снижения числа женщин фертильного возраста и низкой рождаемости. Даже уже определенные меры государственной поддержки молодых семей не дают пока ожидаемых результатов. Сейчас проект корректируется. В рамках программы «Спорт. Норма жизни» в перечне невыполненных пунктов строительства регионального центра по хоккею. Хотя он введен в эксплуатацию еще весной. Технологический сбой, но это не оправдывает исполнителей. Соглашение было май месяц. Нам корректировку федеральных контрдал на сроку. Просто изменения внесем дополнительно. А объект введен в эксплуатацию. Ну вы, Минэкономразвитие, дали информацию? Дадим. Вот смотрите, дадим. Если вы только дадите эту информацию, это очень плохо. А если дали, значит, Минэкономразвитие не включили, значит, там надо разбираться, Дмитрий Иванович. Коллеги, давайте вот это, обмен информацией, если мы вот таким образом будем работать, сделали дело и соответствующим образом не отрегулировали у себя, не обменялись информацией, мы так как бы вообще будем, как лебедь-рапчука, туда-сюда тащить ситуацию. Мы просто не будем обладать реальной информацией, что происходит у нас в системе. Затягивается сдача дошкольного учреждения в деревне Большие Катраси Чебоксарского района. А вот заключение на проектную документацию на четыре садика в Чебоксарах и Козловке будет получено в первой половине сентября. Также через две недели должны быть актуализированы данные по количеству аварийного жилья во всех муниципалитетах. Это даст возможность охватить максимальное количество подобных объектов при уточнении нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках первого этапа программы на 19-е и 20-е годы будет расселено 11 квартирных домов общей площадью 3786 квадратных метров на сумму 112,5 миллионов рублей. По состоянию на 26 августа текущего года администрации муниципальных образований заключены муниципальные контракты на общую сумму 98 миллионов рублей для расселения 215 человек, которые сегодня проживают в 73 аварийных живых помещениях. В Ядрине работы выполнено на 90%. Благоустройство завершится к 15 сентября. На совещании отметили, что необходимо синхронизировать работы по строительству учреждений культуры, здравоохранения, образования с другими нацпроектами. Это сократит время и повысит качество. Татьяна Молок, Валина Сусметова, Игорь Зверев, Республика. Уже не один десяток лет в НИР везет научные разработки в электротехнической отрасли. Именно здесь сосредоточен мощный интеллектуальный и производственный потенциал. С ним сегодня знакомился в Рио главы Чуваши Олег Николаев. Экскурсия по предприятию как окно в мир современных технологий. Автоматизированные системы защиты и управления, создаваемые здесь, используются на объектах энергетики в нефтяном и газовом секторе. Табличку «Сделанного в НИР» можно увидеть во многих регионах страны. Центр моделирования энергетических систем – это научная лаборатория, где соединяется теория и практика. Первая работа, которую мы выполнили, когда этот комплекс «Полебильды», она была для системного оператора. Сейчас специалисты предприятия работают над 60 проектами, в основе которых лежат цифровые решения. Такие инновационные разработки очень востребованы на рынке электротехники. Цифровизация предоставляет великолепные возможности, раскрывает просторы развития. Здесь у вас есть великолепные компетенции решения этих вопросов. И мне кажется, было бы правильно, если бы мы все эти наши компетенции направили сейчас на создание новой компетенции в области цифровизации в рамках формирования кластеров двойного назначения на базе предприятия ОПК о необходимости создания такого закрытого контура защиты цифровой информации. Сотрудники предприятия воспользовались случаем и задали Олегу Николаеву немало вопросов. Их интересовало, какие еще инвестиционные проекты будут реализовываться в республике, как работает программа по поддержке молодых специалистов и что делается для того, чтобы понятие «обманутые дольщики» исчезло из обихода. Инесса Потапова, Юлия Адикова, Андрей Шоклев, Республика. В средствах массовой информации продолжается агитационная кампания по выборам главы Чувашской республики. В прямом эфире национального телевидения «Национального» и «Таванрадио» прошли первые дебаты кандидатов. Совместное мероприятие кандидатов на должность главы республики прошло в новом формате – не в студии, а в зрительном зале. Так что группы поддержки тоже смогли принять участие. Помимо представителей штабов кандидатов, на дебатах присутствовали общественные наблюдатели и представители избирательных комиссий. Центр избирком Чувашии следит за тем, чтобы у кандидатов были равные возможности для общения с электоратом. У нас в соответствии с законом кандидатам выделяются помещения для проведения встреч с избирателями, несмотря на сложную медицинскую обстановку. Тем не менее, в условиях повышенной безопасности встречи с избирателем проходят. Например, у нас два кандидата уже обратились в ЦИК Чувашии с просьбой о содействии в организации таких встреч. Сразу после выдвижения большинство кандидатов на должность главы республики встретились и договорились вести предвыборную кампанию честно и корректно по отношению друг к другу и избирателям. И надо отдать должное, все придерживаются договоренностей. Кроме того, для обеспечения максимальной прозрачности выборного процесса при общественной палате Чувашии создан штаб общественного наблюдения. Сегодня состоялось первое его заседание. Обсудили вопросы создания корпуса наблюдателей. Я предлагаю и членов инициативной группы, максимально своих коллег, товарищей, проинформировать об этом и с тем, чтобы сформировать действительно по-настоящему заинтересованный коллектив. Мы дойдем до каждого участка. У нас их 1156. То есть на каждом участке будет как минимум два наблюдателя. И это позволяет нам с уверенностью говорить, что мы в действительности сможем обеспечить максимально прозрачный ход проведения этих выборов. Штаб общественного наблюдения обращается ко всем без исключения кандидатам с призывом делегировать своих представителей для совместной работы на выборах. На связи вся республика. Члены оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции провели специальную прямую линию по подготовке к началу учебного года. Ответы на вопросы жителей республики прозвучали в эфире национального телевидения Чуваши. Как будут учиться школьники республики в новом учебном году? В каком формате пройдут линейки на День знаний? И как будет организовано бесплатное питание для начальных классов? Тема горячей линии – начало нового учебного года в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Во время прямого эфира все желающие могли задать свои вопросы. Самые популярные касаются 1 сентября. самого формата обучения, организации учебного процесса и возможности дополнительного образования. Часть вопросов поступила заранее, всего зафиксировали более 70 обращений. Все вопросы, даже если они не прозвучали в прямом эфире, обязательно рассмотрят и дадут ответы. Повтор горячей линии в полном формате можно увидеть сегодня, 27 августа в 21.00 в эфире национального телевидения Чуваши. Благодаря национальному проекту «Экология» на уровне региона впервые заговорили об отчистных сооружениях. Большинство из них морально и физически устарели и нуждаются в модернизации. Так случилось и в Батырево. Жители села устали от постоянных аварий, когда неочищенные стоки превращаются в болото. На самом деле Батыревским отчистным сооружениям не так уж много лет. Их построили в 2010 году. Вроде и мощности рассчитали, но факт остается фактом. Сейчас их явно не хватает. За эти годы райцентр вырос, появилось много новых домов. А оборудование, работающее с двойной нагрузкой, стало выходить из строя. То тут, то там стали появляться дурно пахнущие болота. В срочном порядке разработали проектно-сметную документацию. Ее ориентировочная стоимость – 80 миллионов рублей. Сейчас она проходит государственную экспертизу. Есть все шансы войти в федеральную программу. Специалисты называют и другую причину постоянных аварий. Порой жители спускают в канализационные сети крупный мусор, что само собой забивает трубы. Здесь нашли временное решение. По этому вопросу, чтобы наладить работу канализационных станций. Сейчас с работниками ЖКХ разрабатываются такие ли устройства ловушек прямо перед домами. Будем ставить сетки, чтобы знать, с какого дома вот эти тела или материалы будут сходить. В рамках федеральных программ «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» новые очистные сооружения появятся во многих регионах, в том числе и в Чувашии. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, «Республика». В Рио главы республики Олег Николаев встретился с руководителями и членами президиумов творческих союзов Чувашии. На круглом столе обсудили их участие в реализации государственной культурной политики, а также новые меры поддержки этих организаций. В Чувашской республике действует 13 творческих союзов, и каждый из них так или иначе обогащает и развивает национальную культуру. Союз художников Чувашии, союз дизайнеров, союз театральных деятелей, несколько писательских союзов. Все эти объединения существуют для того, чтобы отстаивать интересы людей искусства, координировать меры поддержки. Большинство этих мер прописаны в комплексной программе развития Чувашии до 2025 года в разделе, посвященном культуре. Одно из основных направлений поддержки творческих деятелей – гранты. Сегодня правительство республики готово увеличить грантовый фонд, чтобы театры смогли пополнить репертуар современными национальными постановками. Министерство культуры поддержит и художников Чувашии. После долгого перерыва вновь начнут закупать у них произведения искусства для пополнения музейного фонда. На эти цели предусматривается 2 миллиона рублей ежегодно. Обсудили и возможность специальных государственных заказов на создание произведений искусства и литературы. Министерством культуры разработан стратегический план развития культуры до 2025 года. И вот в части, допустим, развития профессионального искусства мне этот план очень понравился, потому что там все, что мы мечтали в течение последних 30 лет, хочу сказать, там написано. Есть поддержка писателям, композиторам, художникам. Хотят бы и специальные гранты, чтобы были, и чтобы гонорарный фонд был для покупки выдающихся произведений чувашского искусства. Я думаю, остается только выполнить этот план, претворить жизнь. Это самое главное. Указан в Рио главы Чувашии Олега Николаева. 2021 год в Чувашской республике объявлен годом трудового подвига строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Творческие союзы призвали активно включиться в эту работу. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика. В ближайшее воскресенье Новочебоксарск отметит 60-летие со дня образования. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не позволяет широко отметить день рождения. В честь юбилея национальное телевидение Чувашии рассказывает о том, как живет и развивается сейчас город Спутник. Интересные события, люди и традиции в наших сюжетах. От 6 до 10 тысяч шагов в день норма физической активности для человека. Новочебоксарск – один из семи российских городов, который стоял у истоков движения «Здоровые города». В двух школах города Спутника, 14-17, уже не первый год реализуется пилотный проект «Школьная медицина». Ежегодно дети проходят медосмотры, где выявляют заболевания на ранней стадии. Тем, у кого есть проблемы органов зрения, костно-мышечной системы и полости рта, подбираются индивидуальные занятия, разрабатываются специальные программы по физкультуре. Кроме этого, проводятся осмотры стоматологам. Задача педиатра – сохранить то здоровье, с которым ребенок родился. Вот он родился в роддоме с определенным уровнем здоровья. И наша задача, чтобы это здоровье сохранилось до взрослого возраста и как можно меньше болезней присоединилось. По проекту «Формирование современной городской среды» в Новочебоксарске строятся спортивные площадки во всех микрорайонах. Благоустройство улиц и общественных пространств включают элементы для поддержания физической формы. Еленковская роща – это памятник природы. Она занимает площадь 144 гектара. Мы провели зонирование нашей рощи. Здесь определили 7 гектаров – это активная зона. Здесь у нас аттракционы, предприятия общественного питания и остальная территория – это экологическая зона. Здесь мы установили спортивные площадки по просьбе любителей спорта. Вот эта спортивная площадка стоимостью 1 миллион рублей была установлена в прошлом году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Также в прошлом году за счет средств этого национального проекта мы провели асфальтировку основных дорожек в Еленковской роще на сумму 21 миллион рублей. Поддержание физического тонуса не требует много усилий и времени. Теренкур, велосипедные прогулки, даже простая зарядка помогут надолго сохранить здоровье. И возможности для этого в Новочебоксарске есть. Мария Федорова, Николай Скворцов, Республика. В Новочебоксарске концентрация видов спорта на один квадратный метр самая высокая в республике. Больше всего здесь любят плавание и легкую атлетику. Среди самых распространенных легкой атлетикой в городе ею занимаются более 400 человек. Евгения Панова с 11 лет в этом виде спорта пошла по стопам родителей. Очень гордится, что за 60 лет любителей здорового образа жизни стало больше. Для города 60 лет это молодой возраст. Наш город молод и готов развиваться. Уверена, что мы все вместе сможем сделать все для благополучия и развития Новочебоксарск. Поздравляю всех с праздником. Желаю активного долголетия, здоровья, позитива и креатива. Как представитель спортивной общественности города приглашаю вас на открытые спортивные площадки. Занимайтесь спортом, будьте здоровы. Ульяновский киноконцертный комплекс «Современник» три дня был площадкой фестиваля национальных кинематографий народов. Здесь не только показывали кино, но и говорили о духовном развитии и толерантных взаимоотношениях. О малой родине языком кино. Ульяновцы смогли увидеть работы чувашских, мордовских, азербайджанских и татарских кинематографистов. Наша творческая группа представила четыре фильма на национальном языке. «Наследие» в Красном море, «История великого народа» и «Юман» о прошлом чувашского народа, о корнях, питающих «наше настоящее». Фильмы демонстрировались на национальном языке, с субтитрами и дубляжом. Их ценность в современном мире трудно переоценить. Это как воздух, которым дышишь и его не замечаешь. Вот межнациональная дружба, которая у нас есть, она кажется естественной, простой и кажется, что так будет вечно и не должно быть вечно. Но когда мы, например, включаем телевизор и видим, что происходит на Украине, а сейчас в Белоруссии. Мы видим, как могут качнуть национальный вопрос. Острее понимаем важность таких форматов межнационального диалога. Ольга Семенова, Олег Цыпленков, Республика. В Чубаксарах встретили медалистов чемпионата России по легкой атлетике. Соревнования проходили в городе Грозный. Спортсменки-чувашии привезли три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Александра Козлова стала абсолютной чемпионкой России и получила медаль в памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Александра обеспечила себе место в составе национальной сборной, которая в ноябре текущего года будет защищать цвета российского флага на чемпионате Европы в Москве. Это главные новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин